Следовал за Ним. Событие двухтысячелетней давности. Какое отношение имеет к нам? Ну а если бы я там был? А если бы сегодня Христос сюда пришел? Что означает слово следовать за Христом? Евангелист Матфей 16.24 говорит. Отвергнись в себя, возьми крест и последуй за мной. Следование за Христом это третья ступень. И невозможно следовать, если первые две не пройдешь. Первое, отвергнись в себя. Христу не нужно, чтобы за Ним шли пьяницы, алкаши, наркоманы, своевольные люди. Без совете и непослушания двадцатых коня, что уплелись за Ним. Ему нужно, чтобы шли люди за Ним, свойственные Ему, похожие на Него. Поэтому сначала похорони себя. Один просится похоронить отца. А нужно спросить Господа, Господи, я следовать за Тобой буду, но позволь мне себя похоронить сначала. Вот тут бы Господь сказал, хорони. Почему? Это и есть отвержение самого себя. Матфея 19.21. Хочешь быть совершенным? Продай имение Твое. И приходи и следуй за мной. Речь идет не об имении, а обо всем, что есть и что мешает. Вот мы свидетельствовали в городе. Мне пришлось не раз встречаться с людьми разного ценза, уровня, образования. Самое трудное свидетельство тем, которые ходят в храм. Вот убеждаешься. Почему? Они набиты уже под завязку тем, что они видят. Ну а так всегда было, я сколько хожу, так... Ну мало что так. Ну ты однажды поанализируй, открой Библию и посмотри. У нас есть священные книги. Ну откуда взяли, что торговля должна быть в храме? Ну так там же быков продавали, а тут свечи. За твои свечи еще лучше быка, что ли. Бык-то чистые животные, та свеча-то не чистая, еще попало сделано. А быках прямое указание было торговать, а свечки ни одного слова в Библии нет. Ненаравных идет. Да с быками-то торговали не в храме, а эта речь идет о дворе. Кто бы в храм-то затащил быка-то? Это и понятно, что храма называлось... Что входило в эти стены храмовые, которые враг не мог взять. Мы совершенно ненаравных идем с теми людьми, которые были отвержены Богом. Это нам кажется, вот Господь его смотри, как ответил и все. Да нам-то даже этому ответить нельзя. Мы не попадаем ни под одну категорию. Мы где-то там, неизвестно где. Как Иоанн Златоуст говорит, если бы кто-то познакомился с нашей жизнью, а потом бы Евангелие почитал, то подумал бы, что мы учимся только одному, как нарушать заповеди. У нас будто бы другой цель вообще не стоит. Вот кто бы с нами-то поближе познакомился. Итак, Евангелист Лука 9,59 говорит, другому сказал, следуй за мною, а у того забота похоронить отца. Многое надо нам хоронить, многое оставлять. А у меня характер такой. Эти слова забудьте, чтобы я больше не слышал никогда. Чего бы не сказал, а я так научен. Переучись. Отвергнись себя. Своё я – это самая трудная, непрерывная борьба будет. И возможно победить? Невозможно. Но невозможное человеком возможно Богу. Никогда не ссылайся, что у тебя скольчивый, обидчивый характер был, ты там ревнивый. Всё это осталось там, с мёртвым. Мертвец остался позади. Ты пошёл за Господом. Первая молитва – Господи, помоги отвергнуться себя. Вторая – Господи, дай мне силы согласиться, что этот крест мой. Не просить его ни замены, ничего. Уж какие рассказы только не читаешь. Любой берёт, хороший, красивый, и пахнет. Не могу понести. Это нам только кажется. А что он, батюшка-то, ходил, он помахал, тут подымил, да и поехал домой. Всё. Собрал деньги, и всё при нём. А ты в его роль войди. В его, говорит, царизу оденься. Сколько ответственностей. Ещё неизвестно, спасётся он или нет. Ему спастись-то во много раз труднее, чем нам. Вспомните молитву Серафима Саровского. Молился о всём священстве, не о пастухах, не о кочегарах. И Бог ответил, не пощежую, не по милую. Не просто так. Он о нас там молится. А мы на нём даже день и ночь молимся, чтобы хоть один из тысяч священников спасся. А он хороший, всё прощает. Это его гибель. Златоуз, говорит, не накладывает эпитемью, губит того, кого допускает до причастия, и сам гибнет. Вот ведь какое дело-то. Поэтому крест мой, вот мне именно такой крест дан. Да, он тяжёлый, но только не возрабщи. Ну кому неизвестно, каким образом достались мне эти здания-то. Вы думаете, это легко было, когда все родственники здесь остаются, а я один среди незнакомых людей. Притом никакого шанса не было выйти оттуда. Потому что коснулся самой сердцевины, архипелаг, гулаг, интервью репрессированный брал. Но Господь закрыл мои уста, что-то где-то поискать облегчение. Это мой крест. Я благодарен Александру Савуженицыну и всё время молился за его возвращением. Он научил, перешагивая порог тюрьмы, скажи, я пришёл умереть. Я так и сказал, первое слово слух, так и сказал, я пришёл умереть. А раз пришёл умереть, всё остальное, что только облегчение, встреча с родными. О, ещё и мертвецу что-то дают они. Где? Мы всё время должны думать, следуя ли я за Господом. Это вы смотри, где капли крови Христа. А как узнать? Смотри в Евангелие, где он прошёл. А то я христианин. Да по названию это много, а в действительности может быть мало. Первая книга Царств, 14 глава, 12 стих. Была такая обстановка в Израиле. Напали перестемляне. И вот противостояние. Никто первый не начинает битву. И не выдержал сын царя Иоаннафан. Он загадал так, говорит, сейчас мы подойдём к первому заградительному отряду. А язык-то у них схожий был. Гибраистический. Вот сейчас мы заговорим с нами. Если они нам скажут, идите-ка сюда, это всё Бог их предал. А если закричат у нас, чего вышли евреи? Ну, прячься они, так на них раньше кричали. Значит, мы вернёмся назад. Так нас-то двое, а их-то там-то сто человек стоит. Ничего, Бог силен это сделать. Иногда человеку говоришь, ты пойдёшь со мной? Я не с тобой иду, я за Христом иду. Вот он такой духовный говорит. Вот я уже не раз такое встречал. А ты пойдёшь с нами? Мы сейчас увидим, как Бог даёт победу, когда люди идут за людьми, а эти люди слышат голос Божий. Повеление. И Анафан сказал вооруженосцу, следуй за Мною. Когда те увидели, говорят, ну-ка, зайдите сюда, евреи, мы хотим что-то вам сказать тайное. Они не успели ничего сказать. Этот бьёт, а вооруженосец забивает. И началась Великая битва. И было великое сражение и великая победа. Следовать за кем-то, следующим за Господа, это уже путь к победе. Господь говорит, следуй за мной. А на самом-то деле приходится следовать за кем-то. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. А кто-то сказал, почему-то за тобой идти, я за Христом пойду. Потому что они тут надмивались и о полосах, и о кейфе, на другие самые высокие, самые духовные, самые продвинутые. А я Христов. Всё. И Павел это об одну черту подвёл-то. Христос не разделился. Мы все христиане. Итак, оставить всё и получить от Бога обещанное. Об этом говорится книга Бытия, 39 глава, 6 стих. Я нашёл только одно место в Библии, где, говорится, человек оставил всё. Вот буквально та же самая фраза. И незнающему никогда не догадаться, кто это сказал. А речь идёт о Патифаре, которому продан был Иосиф. И когда он увидел, насколько он благоразумен, он, говорит, оставил всё, Патифар, на Иосифа. И ничего не имел, кроме хлеба, который и ел. Даже на завтра у него не было, в руках Иосифа было. Вот как можно довериться человеку. А кто-то бы высмеял, это ты за Богом иди, что ты на Иосифа смотришь. А написано, и с Иосифом был Бог. Где? Был в тюрьме, был в доме Патифара. Итак, мы видим, чтобы следовать за Господом, это нужна полная отдача сердца ему. Пророк Иеремия, 9 глава, 2 стих. Я нашёл такой стих в Библии, который можно положить эпиграфом для монахов. Если бы они пошли за этим стихом. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников, я оставил бы народ мой и ушёл бы от них. А они все прелюбодеи из скопища гороломных. Вот на этом было основано монашество. Монашество это был протест. Это уже потом придумали молчальники, затворники. Вначале ничего этого не было. Люди видели полную обмерщённость церкви. Спасить невозможно. Они не знали, куда бежать. Это был просто протест. Больше ничего в этом не было. Вот протест, который Иеремия. Кто дал бы возможность, когда дал бы хырье голубя, я улетел бы, успокоился бы. Это невозможно спасать всех. Самый маленький тот противоречит. Самый маленький насмехается над тобой. Я их отцов со своими псами не поставил бы рядом. Ио уговорит. Которые стада охраняют. Они, говорит, плют передо мной. Итак, чтобы поверить, что Господь с нами, нужно смотреть в Священное Писание и довериться Господу. Чтобы последовать за Ним, когда Он зовёт нас. Иисус Новин 14 главе 9 стих говорит так. «Заповедую тебе и детям твоим, и отдаю тебе эту землю, и только потому, что ты в точности последовал за Господом Богом твоим». Когда мы каждый день будем сверять свою жизнь с Священным Писанием, это значит следовать за Господом, мы услышим обетование Божие, которое исполнит о нас в силе, обещанное Царство ваше. Другого пути нет. Единственный путь – это следование за Господом от начала крещения до входа в Царство Небесное. А если немножко отсупишь, Писание говорит, если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя, говорит Господь. В 3 книге Царств 11 глава 6 стих читаем о премудром Соломоне, что он делал неугодное Господу. «И не был вполне верен Богу, и не вполне последовал Господу, как Давид, Отец его. Человек, который разговаривал с Богом, получил необычайный дар мудрости, как море написано, и улегся похотением сердца, и оставил по себе позор и разделение Царства. «И не вполне последовал Господу. Один только грех нашел Сатана у него, влечение к женщинам, неумеренное. Бог не запрещает жениться, ничего. А вот неумеренное. И все погибло». В 4 книге Царств 23 повествуется об удивительном человеке праправмахи Давида Иосии, когда он стал царем, и была обнаружена книга, то есть, по-нашему сказать, Библия, Ветхий Завет. «И он встал на возвышенном месте и заключил пред лицом Господа Завет, а в чем? Последовать Господу». И как написано было, «разрушить всех идолов». Он рушит. Дальше читает. «Рощи срубить. Израиль запил и топоры пошли рубить». Дальше. «Капища должны быть сравнены с землей». «Так, молотые все берите, пошли трактора, бульдогеры зовите». Ему следующую опять строчку читает. «И в точности все сделало, что Господь говорит». От нас чего Господь каждый день требует? А то, чтобы мы всем сердцем искали Его. И прежде всего ищите Царствие Божие и правды Его. Все остальное не имеет никакого значения. Наши стройки, знания, если мы не получим Царство. Прежде всего ищите. Это сказано не только неверующим, но и верующим. Потому что иногда мы делами своими отворачиваемся от прямого пути. Следование за Господом обещает награду. В Деяниях 13.43 говорится так. «И последовали за Павлом». Ну, Павел скажет один такой. Ну, вот читаем 1 Тимофея 4.6. «Ты, питаемый словами веры и добрым учением, которому последовал». Вот образец. У нас нет ни Павла, и мы не видим Христа. Но у нас есть учение, которому можно последовать. А чтобы последовать учению Христа, надо Библию считать каждый день. Евангелие. Знать. Я прошу, читайте Псалтырь дома, молясь на русском языке, чтобы понимать. Не старайтесь кому-то угождать. Кто вам говорит, читайте на славянском. Чего ты будешь считать, когда ты не понимаешь? Ну, учиться надо по-славянски. И в церкви, как говорится, где считают? Ну, у нас и в церкви считаются по-русски. 2 Тимофея 3.10. Павел говорит. «А ты последовал мне в учении и житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении. Последовал мне». Когда мы зовем людей следовать за Господом, люди иногда желают видеть какой-то пример. Иметь право быть для кого-то примером – это великая награда от Господа, чтобы в нас никто не обманулся. Мне эти слова Давида попали в первый же, кажется, день, когда я читал. «Да не постыдятся во мне все надеющиеся на тебя. Ты веришь. И с каждым годом, с каждым днем Царствие Божие ближе и ближе. Но вот какие-то начались искушения. Ты помни, у тебя есть друзья, у тебя есть враги. Враги сразу будут знать и скажут, если у тебя есть последователи, ученики, они сразу на них будут наступать. Скажут, вот ваш руководитель, а вот ваш наставник, а вот ваш весь священник. Смотри, чем занимается». Поэтому Давид говорит. «Да не постыдятся во мне все надеющиеся на тебя». Последователь Господа Иисуса Христа допомнит эти слова. И приходя в храм, мы следуем за Господом. Уходя из храма, мы следовать должны также за Господом. Вступая в искушение, мы скажем, ты меня довел до Него. Побеждая искушение, скажем, ты меня вывел из Него. И все во всем будет Бог. Да будет Ему вечная слава во веки. Аминь.